МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные технологии против безработицы. Найти вакансию работника на любой вкус поможет портал Работа в России. Нехватка скамеек, выбоины на дорогах, хаотичная парковка. Внимательно и придирчиво проблемы на Чебоксарске замечали и фиксировали блогеры. Искусством по терроризму. Со злом в Чебоксарах решили бороться с помощью прекрасного. Сегодня Чувашский филиал компании «Росгострах» провел форум лучших страховщиков. А Чувашпотребсоюз отметил свой юбилей. В мероприятиях участвовал и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Клуб лучших страховых агентов. Именно так называется форум, который впервые проводят в Чувашии филиал компании «Росгострах». Лучшие в страховом деле получили благодарственные письма. Подтверждать свой высокий профессионализм членам клуба нужно ежегодно. По результатам вашего эффективного труда вы стали лучшими агентами страховой компании, которая занимается страхованием, оказанием разных услуг на территории Чувашской республики. Поэтому я признателен всем вам. Результат вашей деятельности о многом говорит, потому что одна треть части от общего количества страхования, оказания услуг на сегодняшний день наши жители доверяют вам. Это страхование жизни любого человека в любой семье, страхование имущества. Об этом мы много говорили. Хотя конкурентная среда создана для всех страховщиков. Это дорогого стоит, поэтому марку надо держать. Одно дело подняться, а другое дело удержать эту планку. Сегодня же Михаил Игнатьев поздравил с юбилеем и сотрудников Чувашпотребсоюза. Потребительские общества работают в основном на селе. Здесь трудятся 8 тысяч человек. Специально к юбилею была организована выставка. Я признателен вам за то, что на самом деле вы любите свою работу, своих пайщиков и своих покупателей. Я благодарен за этот эффективный труд, благодарен ветеранам, которые на самом деле воспитали достойное молодое поколение, преемственность. И эта система на сегодняшний день в процессах глобализации не только сохраняется, она развивается. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев поздравил сотрудников Чувашпотребсоюза и вручил им почетные грамоты и ведомственные награды. Сегодня председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин провел заседание рабочей группы об организации эффективной работы по защите прав граждан, участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действия или бездействия застройщиков. По состоянию на 3 сентября в реестр проблемных объектов включены два многоквартирных дома. От недобросовестных строителей пострадал 161 человек. 78 из них ждут жилье в строящейся позиции 3 по проспекту 9-й пятилетки. С ноября 2014 года там возобновлены строительные работы, а в начале года с долевиками заключены дополнительные соглашения. Сейчас земельный участок проходит процедуру регистрации в рекпалате. На объекте ведутся строительно-монтажные работы, а также согласован план теплоснабжения. Второй долгострой – позиция 11Б по проспекту трактора строителей. Здесь жилье ждут 83 человек. Строительная компания сейчас заключила с 34 дольщиками соглашение, а у 7 выкупила права на квартиры. 5 участников отказываются доплачивать. Сейчас на объекте завершаются штукатурные и кровельные работы, а также ведется благоустройство территории. Предполагается, что оба дома будут сданы в четвертом квартале этого года. Что касается нарушения законодательства в сфере долевого строительства, то специалисты советуют обращать внимание на ряд позиций. Самое главное, я считаю, что при заключении договора на незавершенное строительство, нужно, чтобы договор именно назывался «договор долевого участия». Только в этом случае этот договор будет регистрироваться в регистрационной палате, и только в этом случае органы исполнительной власти могут проконтролировать деятельность застройщика, в том числе и финансовую. Ну и второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это чтобы граждане приобретали жилье у проверенного застройщика, который не один год уже существует на рынке строительном, который имеет уже определенные объекты, где гражданин может приехать и посмотреть качество выполняемых работ. Полигон ТБО в Новочебоксарске еще находится на стадии строительства, но уже привлекает к себе внимание со стороны других регионов. Объект возводится в кратчайшие сроки, будет оснащен самым современным оборудованием. Проект объединил мировые практики переработки отходов. Наш опыт заинтересовал правительство Кировской области. Делегации во главе с заместителем председателя правительства Сергеем Щерочковым продемонстрировали полный цикл работы конвейерных линий. Весь собранный в Чебоксарах мусор отправляется на городскую перегрузочную станцию, которая будет работать круглосуточно. Пока она работает в тестовом режиме на холостом ходу. Но специально для гостей ее наполнили пластиковыми бутылками. Это Матисон написан, это разрыватель. То есть мусор, он в основном приходит весь в пакетах, бытовой мусор. Туда его загружают, соответственно, он проходит через определенные ножницы, которые все эти пакеты вскрывают. После этих пакетов по конвейеру подается в такой вот барабан, грохот называется, где происходит сортировка фракций на крупную фракцию, на мелкую фракцию. Соответственно, эти фракции расходятся по разным линиям. Дальше уже идет сортировка. Стоят люди на конвейерах и сортируют, отделяют стекло, бумагу, пластик, металл. Все по разным бункерам. Тот мусор, что подходит для утилизации, то есть вторичной обработки, складируется на территории станции и ждет своего покупателя. Остальное прессуется и отправляется на полигон в Новочебоксарск на специальных автопоездах. Вот такими тюками будет загружаться на полигон. Соответственно, этот отход уже не впитывает влагу. Будет укладываться, пересыпаться землей и дальше, дальше, дальше. Это у нас по проекту, так, и прошло в Государственной экологической экспертизе в Москве. Здесь рассчитан сейчас завод, ну, как бы, когда мы его к первому числу введем полностью, он будет рассчитан на Новочебоксарск, Чебоксарский район, плюс еще Марпасад, он сможет потянуть сейчас именно, и, допустим, Канажский район. Но именно с тем, что республикой и городом поставлена задача именно принимать мусор максимально возможно, вот здесь, если вы видели, подготовлено сейчас под одну линию, и будет создана. Одна линия к первому октября будет работать. А если понадобится, тут же быстренько создается вторая линия, просто уже цех, сразу предназначенный проект, чтобы создать вторую линию. В очень быстром объеме. Тогда мы вообще всю республику здесь можем принимать. С 1 января этого года законодательство в сфере обращения с ТБО изменилось. Теперь все полномочия в этом вопросе перешли от муниципалитетов на уровень региона. Но фактически именно муниципалитет будет нести ответственность перед населением. Мы в ближайшее звено к населению. И население все равно будет спрашивать нас, отвечаем мы за это или нет. Будет организован сбор или не будет. Наша именно задача, как можно, наверное, качественнее сделать эту работу. Строительством полигона ТБО для республики занимается компания «Концессионер» управления отходами. С помощью концессионных облигаций в Чувашию привлечены средства негосударственного пенсионного фонда «Лидер». Таким образом, республика тратит на объект минимум бюджетных средств. Но после сдачи он полностью переходит в ее собственность. Это еще одна причина, почему правительство Кировской области заинтересовалось данным проектом. Честно скажу, вот мое первое впечатление, что… А я до этого посмотрел опыт Москвы, опыт Перми, опыт Липецка. Вот мое первое впечатление, что Чувашия в этом вопросе впереди планеты всей. То, что мы увидели и то, в какие сроки это сделано, это на самом деле просто фантастика с моей точки зрения. Мы проехали сегодня по Чебоксарам. Очень приятное впечатление, потому что я в первые разы приезжал, так честно говоря, ночью и не очень видел там. Очень красивый, очень чистый город. Я думаю, что вот когда эта вся система запустится, а я уверен, что она запустится, потому что мы посмотрели вот в тестовом режиме, как все это работает, то город и республика будут еще чище. Тестовый режим работы для Чебоксарской перегрузочной станции и полигона ТБО завершится 8 сентября. В этот день сюда приедут первые мусоровозы, а 1 октября закроют ворота на Пехтулинскую свалку, и полигон заработает в полном режиме. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Гражданский рейд под названием «Дневной дозор» провели в Новочебоксарске. Блогеры и представители различных общественных движений прошлись по городу разными маршрутами и оценили влагоустройство города. Вместе с ними работала и наша съемочная группа. В поле зрения активистов попали многие городские проблемы. В одних дворах не хватает скамеек, в других – на дорогах выбоины. Внутри дома номер 37 по улице Советской можно устраивать ралли по бездорожью. Около месяца назад здесь меняли трубы. Теперь жильцам приходится передвигаться по клумбам. Нам негде ходить. Детей в школу провожать тоже нам негде. Тут машины стоят, там тоже машины стоят. Вот я выхожу из дома и вот по этим клумбочкам оттуда и через дорогу провожаю детей в школу. Есть и немало положительных изменений. Появились новые детские площадки, отремонтирована часть дорог. На 2015 год запланирован ремонт еще 20 дворов и 11 заездов к ним. После рейда блогеры отправились на встречу с главой администрации Новочебоксарска Олегом Бирюковым. Обсудили увиденное, вместе подумали, как можно решить проблемы, какие возможности есть у мэрии и что может стать дополнительным источником финансирования. Серьезной проблемой для Новочебоксарска стало закрытие кинотеатра «Адл». Администрация ищет сейчас возможности сохранить этот досуговый центр. Взгляд со стороны очень важен для органов власти, считает Олег Бирюков. У нас есть достаточно большая жизненная позиция с точки зрения сделать город лучше. И поэтому, если, например, кроме критики того, что здесь плохо, там плохо, там плохо, да, увидят еще и хорошее, то это очень важно. Ну и с другой стороны, я думаю, что эта встреча говорит о том, что мы обмениемся теми мнениями, которые, в принципе, иногда не хватает вот в этой среде. Сегодня наладить диалог с властью можно не выходя из дома. У главы администрации Новочебоксарска есть страничка ВКонтакте, где он отвечает на все волнующие горожан вопросы. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. Несколько дней назад в Чебоксарах в мусорном контейнере обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении этого жестокого преступления был задержан. Им оказался 35-летний житель города Чебоксары, который ранее был знаком с убитой. Как следует из материалов уголовного дела, 28 августа они встретились. Он пригласил ее к себе в квартиру для того, чтобы совместно распить спиртные напитки. И в ходе употребления алкоголя между ними возникла ссора. Необходимо отметить, что ранее он дважды уже привлекался к уголовной ответственности. Последний раз освободился из мест лишения свободы за два дня до совершения нового особо тяжкого преступления 26 августа. И перед этим он отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. В ходе допроса причастности к убийству задержанный не отрицал по ходатайству следователя. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вступил в законную силу приговор суда, вынесенный в отношении жителя АлатРа, который признан виновным за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Обладая правами администратора одной из популярных групп в социальной сети ВКонтакте, он умышленно и публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности в отношении выходцев с Кавказа, Закавказья и Средней Азии. Проще говоря, призывал наносить побои и оскорблять. По приговору суда первой инстанции ему было назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима. Верховный суд Чуваши апелляцию осужденного не удовлетворил, оставив наказание без изменения. Жители одного из частных домов в Чебоксарах пострадали от бездомных собак. Бродящие псы преодолели высокий забор, забрались во двор и истребили домашних птиц. В переулке Кувшинском бездомных животных видят часто, но их отловом никто не занимается. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Во двор непонятно, как забрались, честно. Везде высокий забор. Наверное, со стола запрыгнули туда, вот смотрите, вот, и вон там еще все завалено. Все, что за лето я вырастила, от двухмесячных до пяти, вот курочка только начала снестись. Видите, яичко рядом с ней, она удушенная. Во дворе этого дома словно пронесся ураган. Хозяевам был причинен немалый ущерб. Задушено более 30 курни сушек, серьезно пострадали и клетки с кроликами. Ничего нельзя нам, они все поклацканные. Видите, что? Это же вот это изнутри выломали они. Непрошенные гости забрались во двор частного дома ранним утром. Хозяева проснулись от шума, но спасти птицу не удалось. Рано утром дочка забежала к нам в спальню, у нее как раз окно выходит в сторону птичника и кричит. Огромные собаки убивают птиц. И вот пока муж выбежал, две уже успели убежать, а одна на его глазах под соседский забор подкоп они сделали и убежали. Бродячие псы на этой улице появляются часто, уверяет Светлана, но из соседних дворов их отпугивали домашние собаки. У нас на комбинате, с их слов, пожилые люди все жалуются, что у них всех кошек подушили. И домашних, и недомашних. Кто на улице выпускает кошку, собаки их душат. Сообщения о нападении бродячих собак активно обсуждаются и на чебоксарских форумах. На чулочке стая из шести собак терроризирует детские площадки две недели. Да, на декабристов. Видел эту же стаю у сотых домов. А еще на Николаева по три салумумбы 50 лет октября. Мамульки с детишками шарахаются от детских площадок с песочницами, когда там отдыхают собаки. Раньше за отлов бродячих собак отвечало спецавтохозяйство. Но сейчас в городе этой работой официально не занимается никто. А какая именно организация сейчас занимается отловом животных? Мы сейчас не занимаемся. Не знаем. То есть от песочного хозяйства в этом году никаких договоров не заключали? Да, нет у нас договора, ничего. Мы не знаем, что будет в следующем году. Решение этого вопроса бросать на самотек не стоит. Стаи брошенных собак – серьезная угроза безопасности жителей. Выход из ситуации надо искать и муниципальным чиновникам, и общественным фондам защиты животных. Митрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Сегодня в России вспоминают жертв терактов. День солидарности в борьбе с терроризмом появился после трагедии, произошедшей в начале сентября 2004 года в Беслане. 11 лет назад страшная новость облетела весь мир. Во время торжественной линейки по поводу начала нового учебного года боевики ворвались в школу номер один и захватили в заложники учителей и детей. В результате теракта погибли более 300 человек. Сегодня те, кто потерял тогда близких и чудом спасшиеся, собрались в зале Дома культуры, где прошел памятный концерт. Его организовали ребята из Волгограда, играющие в детском симфоническом оркестре. После этого зрители и музыканты зажгли свечи перед той самой первой школой. Сегодня в Беслане в небо выпустили 334 белых шара по числу погибших. Акции памяти сегодня проходят по всей стране. Россияне вспоминают жертв терактов в московском метрополитене, аэропорту Домодедово, Волгограде, в театральном центре на Дубровке и других. День солидарности в борьбе с терроризмом в столице Чувашии отметили необычным образом. Выставка фоторабот, организованной администрацией Чебоксар и волонтерами, показала, насколько прекрасна жизнь во всех ее проявлениях, и обрывать ее никто не имеет права. Необычная сушка на бельевых веревках. В один ряд аккуратно расположились фотокарточки, на которых запечатлены яркие, необычные и порой случайные события из жизни Чебоксар и его жителей. Увидеть себя на фотографиях может практически каждый горожанин. На фотосушке выставлены уникальные хроники городских фотографий за последние пять лет, которые насчитывают более тысячи изображений с массовых мероприятий. Конечно, в особом ряду снимки, ставшие уже историей. А фотки очень интересные вообще, качество смотрю. Профессионально, наверное, все это, да? Нормально. Один лучше другого, так-то ориентироваться никак не могу. Которые вот, ну, нормальные, хорошие фотографии. Молодцы. Фотосушки проходят во многих странах и городах России, в том числе и в Чебоксарах. Однако такое количество снимков выставляется впервые. Помогали организовать это мероприятие студенты-волонтеры. Всего около 20 человек. Ну, мне понравилось это движение. Всегда в таких движениях участвую. Мне в основном нравится участвовать в разных стилях таких жизней, помогать людям. Я считаю это помощью. Ну, такие мероприятия создают историю, историю о нашей республике. Забрать с собой снимок смог любой желающий. Администрация города Чебоксары решила, организовала такую вот акцию своеобразную, целью которой было показать, как прекрасна жизнь, мирная, созидательная, без войны, насилие, как много в ней приятных моментов. Помимо снимков, горожане, я надеюсь, нанесут с собой хорошее настроение и впечатление, незабываемое от этой встречи, от памятных воспоминаний. Эту акцию намерены сделать традиционной. Поделиться воспоминаниями и счастливыми моментами жизни смогут еще больше чебоксарцев. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В Канаше прошел фестиваль художественной самодеятельности «Поет душа». Уже в седьмой раз творческие коллективы пожилых людей, а фестиваль проводится именно для них, демонстрируют не только свои таланты, но и волю к победе и интерес к жизни. Участников фестиваля приехал поприветствовать и Михаил Игнатьев. Народное творчество в Чувашии, как и в любой российской глубинке, очень развито. От них только ансамбли художественной самодеятельности у нас больше полутора тысяч. И чуть меньше театральных коллективов и кружков декоративно-прикладного искусства. Но ветеранские ансамбли особенно уважаемы. Хотя бы потому, что песни поют душой, а душа у пожилого человека очень мудрая и любящая. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии заметил, бабушки и дедушки играют огромную роль не только в своих семьях, но и в обществе в целом. Они хранители лучших традиций, главные воспитатели подрастающего поколения. Михаил Игнатьев рассказал участникам фестиваля о перспективах развития Канаша, который вошел в федеральную программу поддержки моногородов. Все решения приняты, документально подписаны. Не менее 600 миллионов рублей город Канаш получит средства для того, чтобы развивать экономику. Плюс предприниматели, если смены будут реализовывать еще несколько проектов на сумму нескольких миллиардов рублей, просто корректируются с учетом финансового кризиса и будут созданы хорошие, высокопроизводительные рабочие места. Михаил Игнатьев пожелал участникам фестиваля вдохновения и новых творческих успехов. Народное творчество – это очень значимое объединяющее начало, язык, который понятен всем, независимо от национальности, социального статуса, возраста. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика Завтра в художественном музее откроется персональная выставка картин народного художника Чуваши Анатолия Силова. Художник на разных этапах своего творчества увлекался множеством тем, живописал разные события. И сейчас в поле его зрения люди, которых без преувеличения можно назвать творцами и вершителями истории. Анатолий Силов – живописец с широким диапазоном творческой деятельности. Им создано множество декоративно-прикладного, монументального, а также станкового искусства. Работы художника хранятся в 71 стране, из них 29 экспонируются в музеях, остальные – в частных коллекциях. Они начинают жить, эти картины, они опретают авторитеты, что ли, как бы свое «я». И через много лет смотришь, 5-10 лет, они по-другому смотрятся, они уже как бы ты не уследил. Судьба живописца сложилась так, что ему удалось посетить множество городов и стран, а путешествия стали основным источником вдохновения. На некоторых картинах, которые представлены на выставке, Анатолий Силов изображает президентов, монархов и священнослужителей. Потому что это первые лица, очень надо все правильно, даже включая костюмы, аксессуары, все это, портреты, очень серьезный подход. Поэтому у меня как бы я отдаю время отстоять немножко, потом посмотрю еще, добавлю что-то или уберу. Готовящаяся экспозиция носит название «Боги и люди». Образы современных общественных деятелей расположились по соседству с крупными религиозными фигурами и этническими персонажами. В последние годы Анатолий Силов серьезно улегся изучением традиции и культуры Ближнего Востока и других цивилизаций. Героями его картин становятся известны исторические деятели, философы, полководцы и мыслители. Мария Леончик, Александр Петров, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я же с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова